Здарова! Тут же понимаете в чем дело. Просто не могу я не сделать распаковку вот этой вот гитары. А все потому, что есть такие распаковки, которые я, ну как бы так сказать, без энтузиазма могу делать, потому что я знаю, что уже там за гитара. Допустим, те же уже мюзикмены, Найджести, ну там просто я знаю, когда я открою, я знаю, что там будет. И каждый раз, когда я открываю эту крышку кофра, я уже знаю, а все, она там будет такая же, которая у меня или уже была, или очень сильно похожая, просто отличаться будет там цветом. Эта гитара, у меня уже была такая модель. И даже есть. Но, когда я открывал ту гитару, я думал, там будет эта гитара, а там оказалась та гитара, и она меня удивила. А эта гитара, вот именно которую я ждал, и просто вот в руках ее подержать мне хочется, потому что очень интересная, отличнейшая гитара. И мы с вами обозрим, вот следующее видео точно будет обзор этой гитары, этой модели. Даже, может, несколько видео, потому что там будет и история, и все, что хочешь. Ну, что может немножко омрачать, конечно, для меня эту распаковку, это то, что эта гитара не моя, но плюс какой, что есть возможность, есть возможность или эту гитару, или ту гитару себе взять. То есть, на эти две гитары посмотреть, обе эти гитары у меня будут какое-то время, которое я смогу их попробовать, вам даже показать, обозреть и все такое. И вот это меня радует. Хорошо, распаковка быстрая, тут люди не заморачивались со всякими вот этими пузыриками и так далее. Что еще раз показывает? Некоторые гитары, которые стоят 300 долларов, они их заматывают, ну, такими пузыриками и так. А тут вот гитары по 5000 долларов приходят просто в коробку. Это еще раз доказывает, вот тот мой аргумент, что кофр это уже вполне защищенное такое место для гитары. Я вам неспроста поставил эти две гитары. Это две красавицы, это совсем красавица. Это все гитары, которые можно считать, ну, верхом. Короче, гитара строения, бутиковые и так далее. Но эта гитара, она еще и красивая. Как бы ни была красивая вот эта, это вот именно тот Том Эндерсон Ангел, которого я именно представлял себе. Когда пришла эта, а она, как вы уже знаете, красивая, интересная и все такое. Но Ангел для меня всегда был, это вот светло-синие гитары, и причем с волной, не с Берлом. Это первый Ангел, который я видел, красного цвета, и еще и с Берлом. А вот это именно тот, именно тот, который я уже, ну, года два я на них, они новые модели, я на них года два смотрел, товарищи, ладно. И потом сядем и поговорим о них. Вы что-ка гляньте. Давайте сейчас я вас... Тут вот, тут вот, какое чудо. Тут вот еще написал Том Эндерсон. Ангел так красиво, как кастом шап делает фендер. Вот, цену, видите, это вот сколько стоит эта гитара, если вы хотите купить ее у Тома Эндерсона. 4727. Если бы я вам даже не показывал цену, а тут он... Вот, видишь, все. У вам есть картинка, которая показывает, как настраивать гитару, как анкер настраивать. Идет защита на лады. Идет... Идет тут все, что хочешь. Ну, это кто-то... Кто-то купил ее на Меса Буги. Меса Буги прислала такую спасибо. Ну, то есть, Меса Буги она еще и продает Том Эндерсон. Гитара, я так понимаю. Идет ремень Том Эндерсоновский. Он идет... Кожаный ремень. Он идет на всех. На всех гитарах Том Эндерсон. По крайней мере, на дроп-топ у меня был этот же ремень и все остальные дела. Типа ручек. Ручку мы достанем. Потому что мы ее сейчас всунем и посмотрим эту гитару. И, может, даже послушаем ее. Прямо сегодня же. Ну, хотя я обзор буду делать. Ладно, давайте сейчас сядем. И вот как тут не хвалить Тома Эндерсона? Сейчас я вам даже прочитаю, что здесь в этой гитаре. Модель Ангел. Так же, как и красная. Но мы их вместе сравним еще, так сказать, один в один. Поговорим, послушаем. Сегодня я не буду, ладно, втыкать. Я сразу сделаю вам другое видео, уже сравнение, потому что мне тут надо все это подключать в компьютер, в линию. Ну, я в линию микрофоном снимаю, чтобы вы усилитель слышали, а не компьютерную программу. Короче, здесь, как он называется, карамельный клен, гриф. Красивый. Вот такой вот ставят сейчас на... Он был на Насуре Гутригована. Он на Чарвале Гутригована сейчас стоит. Нравится мне. Нравится мне такой, конечно. Он на ощупь очень-очень быстрый, очень гладкий. Понятно, не покрашенный гриф. Уберу я... Я поставлю вот эту сюда. А так вам покажу. А на этой вот просто клёновый гриф. Но он... Но он такой... Интересный сам по себе. Потому что он уже не такой вот гладкий. Вот где можно ощутить разницу. Это гладкий гриф здесь. И не такой гладкий. Хотя это печёный клен. А это... Не печёный клен. Фирмовые звукосниматели Тома Эндерсона. Из них вы можете достать. Ну, чё хотите. И когда вот чисто хамбакер, бриджевый тут звуки, конечно, у него можно очень-очень хорошие доставать. Здесь они... Понятно, есть отсечка. И я слышал, что звукосниматели Тома Эндерсона на отсечке это лучшие отсекающиеся звукосниматели. Или если посмотреть другие видеообзоры на Тома Эндерсона. Здесь, на этих гитарах, ниже струны к ладам вы не увидите больше ни на каких гитарах. Этого объяснять я просто не смогу. Но пока вы не попробуете. Чем отличается Тома Эндерсон от всего? Хотя Джон Сур может сделать что-то близкое. Но звукосниматели у Джона Сура мне совсем не нравятся. Там такой звук у них как на Перли Гейтс похожий. Там, конечно, они какие хотят, могут поставить. Но если вы им дадите, то нужно делаться на заказ. Здесь стоит Флойд Роуз, который ставит Том Эндерсон на практически все свои гитары. Вот я их видел на своих дроп-топах. Это не локовый Флойд Роуз, но это Флойд Роуз. И он работает на понижение и на повышение. Матовый здесь топ. Здесь стоит кленовый топ. Все как надо, но он матовый такой. И я считаю, что эта матовость его сочетается с печеным кленом. То есть, если бы здесь стоял этот блестящий, под лаком такой клен, то он был бы немножко, конечно, не таким. Ладно, давайте это видео просто на сегодня назовем видео распаковкой. То есть, я хотел совместить распаковку и обзор, но обзор этой модели просто невозможно вот так вот сделать вместе с распаковкой или еще с каким-то этот нужен отдельный подход. Историю гитар Том Эндерсона нужно рассказать отдельно. Но так как у меня сейчас две модели Ангел, Ангел считается топом вообще Тома. Ангел это считается как бы топом вообще вот этого всего гитаростроения, вот таких вот шреддеров, которые выглядят вот так по-модерновому, но все-таки имеют какие-то классические такие аспекты. И вот сравнить обе из них, это, конечно, интересно. Я сейчас не могу дождаться. Но мы с вами их сравним и сравним их вот... Я даже там две камеры как-то сюда наставлю. Сравним вот это от головы и до самого этого. И потом, понятно, сравним звуки их и Фрейдмана и так далее. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Это видео быстрое. Я его завтра тем более будет стрим, скорее всего. Или послезавтра тут сейчас посмотрим. Поэтому это так. Я сейчас прям начну садиться и делать видео. Полный обзор на эти две гитары, сравнение. Хотя сравнивать эти гитары это одна и та же модель. Одна может быть красивее для кого-то, другая может быть красивее для кого-то другого. Но они разные, как вы видите. Даже вот сейчас одна матовая, одна не матовая. Одна блестящая. Но обе очень хорошие гитары. До следующего видео. На канале Гитарная История только интересная гитара. Но когда я открывал эту гитару, я думал там будет эта гитара. А теперь, когда я буду открывать эту гитару, я вот просто не мог дождаться. Гитара, который имеет модерновый такой лук. Ну то есть, который имеет такой модерновый... Ладно, давайте... Ладно, давайте на сегодня... Ладно, давайте это видео я вам так быстро показал. Ладно, давайте это видео просто назовем видео распаковкой. Ладно, давайте это видео. 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 Продолжение следует...